История Диабла Глава 2 Темный странник Начало Диабла 2 Айден долго сопротивлялся объявшей его тьме, но Диаблу удалось подчинить принца своей воле. Он хотел, чтобы Айден освободил двух других великих воплощений зла. Принц направился в монастырь-разбойниц, принадлежавший ордену сестер Незрячего Ока. Тем временем Диабла призвал злобных демонов, которые изгнали сестер из их обители. И лишь старый бродяга Марий, нашедший приют в монастыре, не получил во время нападения ни царапины. Марий думал, что эти ужасы просто явились ему в навождении опиума. Он последовал за Айденом и стал называть принца темным странником. В маленький лагерь, где собрались выжившие после нападений, явилось несколько героев, которые решили рассеять тьму. Там были варвары с горы Ариад, амазонка с Сосководских остробов, паладин из Ордена Закарума, заклинательница из Кеджистана и некромант из восточных джунглей. Они освободили Декарда Кайна, которого захватили в плен демоны, и под его руководством очистили монастырь, но Айдена им найти не удалось. Тот в сопровождении Мария направился на восток, в гробнице великого Харадрима по имени Талраша, который пожертвовал собой, вонзив янтарный камень души с сущностью владыки разрушения Баала себе в грудь. В гробнице Айдена уже поджидал архангел Тераэль, завязался бой. Тем временем Баал хитростью заставил Мария вытащить янтарный камень души из тела Талраша и оказался на свободе. Вместе Айден и Баал победили Тераэля и заточили его в гробнице, но архангел успел отдать обезумевшему от страха Марию приказ взять осколок камня души Баала и уничтожить его в преисподней. Только так можно изгнать из санктуария Баала или любое другое великое воплощение зла. Когда герои достигли гробницы и освободили Тераэля, Мария и великих воплощений зла там уже не было, но Тераэль указал им, куда ушел Марий и попросил довести предприятие до успеха. Герои направились в Травенкал, оплот Веры Закарума, где Баал и Айден уже освободили из заточения своего брата Мефисто. Воссоединившись, три великих воплощения зла вознамерились покорить человечество. Диаблос бросил смертную оболочку Айдена и отправился через портал в преисподнюю возглавить легионы демонов. Мефисто остался в санктуарии следить, чтобы брату никто не помешал. Когда герои прибыли в Травенкал, им пришлось сражаться не только с Мефисто, но и со скверненными служителями Веры Закарума. В труднейшем поединке, от которого стонали камни логова Мефисто, демон пал, а герои унесли его камень души с собой через портал в преисподнюю. В глубинах преисподней герои разбили камень души Мефисто на наковальне полного уничтожения, а затем отправились за Диабла в нечестивый собор, омытый волнами лавы и реками крови. Именно здесь игроки схлестнулись в бою с владыкой ужаса, сбросив все свои силы и доблесть на борьбу с изначальным злом. Диабла был повержен, и здесь в самом сердце преисподней багровый камень души был уничтожен. Бал тем временем направился на север, осквернить камень мироздания, чтобы человечество ступило на стезю зла, но прежде владыки разрушения решил уберечь себя от участи, постигший братьев. Он выследил перепуганного Мария, который укрылся в приюте для душевнобольных, так и не сумев уничтожить янтарный камень души. Сменив облик, Бал забрал у Мария камень и безжалостно покончил с несчастным. Глава третья. Владыка разрушения. Вооружившись янтарным камнем души, который Бал вырвал из холодеющих пальцев Мария, он возглавил нападение на земли к северу от Ариата, священной горы могучих племен варваров, но лишь гора привлекала его внимание, ибо именно в ней был сокрыт камень мироздания, с помощью которого и был создан санктуарий. Армии Бала разорили на севере все варварские крепости до единой. Лишь городок Харрагат избежал гибели. Несколько старейшин пожертвовали собой, чтобы окружить его защитным заклинанием. Не Латак, единственный оставшийся в живых старейшина, сомневался, что заклинание выдержит, и заключил с Владыкой разрушение сделку. В обмен на то, что армии демонов не тронут Харрагат, он согласился отдать им реликвию древних. С этим артефактом Бал мог бы взойти на ряд, не опасаясь его призрачных стражей. Расправившись с Диабло, герои отправились вслед за Балом на север. Там к ним присоединились еще двое союзников. Один убийца из Ордена Визджактар, которая охотилась за мятежными заклинателями. Другой друид из лесов Скозглэнна, который умел подчинять себе силы природы и принимать звериный облик. С помощью Тераэля отряда удалось пробиться сквозь разоренные северные пустоши, сразиться с авангардом армии Бала и добраться до Харрагата. Там герои раскрыли план Милатака, расправились со старейшиной предателем и поспешили к вершине горы Ариад. Но они опоздали, Бал уже добрался до сердца горы. Чтобы продолжить погоню, им пришлось сразиться со стражами древних, а Бал тем временем уже начал колдовать над Камнем Мироздания. Добравшись до зала, где находился камень, герои сразились с ладыкой разрушения и в тяжелейшей битве одержали над ним верх, но эта победа не принесла облегчения. Бал успел осквернить камень, и это грозило санктуарию войной. Тогда, чтобы спасти человечество, Архангел Тераэль решился на отчаянный шаг. Он метнул в Камень Мироздания свой меч, Элдруин, и уничтожил артефакт, создавший санктуарий. Переразошел чудовищный взрыв. Он упустошил землю у подножья горы и уничтожил поселение варваров. Мир смертных открылся взору небес и преисподней. Глава 4. Упавшая звезда После уничтожения Камня Мироздания роль санктуария в вечном противостоянии навсегда изменилась. Люди почти забыли о бедах прошлого, и там, где раньше жил в заточении Диабло, появился городок под названием Новый Трестрам. Лишь Декард Каин ничего не забыл. Он поселился в Новом Трестраме вместе со своей племянницей Лии и продолжал изучать зло, которое некогда просочилось в город из собора. Декард был уверен, что над санктуариям нависла новая угроза. Но пришло 20 безмятежных лет, его предостережение уже никто не воспринимал всерьез, но однажды с небес упала звезда. Она рухнула на собор Трестрама, увлекая за собой Декарда Каина. Лия, на глазах которой это произошло, бросилась за помощью. Истории об упавшей звезде привлекли в Трестрам героев со всего санктуария. Странствующего варвара, пережившего разрушение горы Ариан, жаждущую мести охотницу на демонов, монаха из Ивгордовских монастырей, колдуна из племени Умбару и чародейку с островов Всянь-Сай. Все они проявили себя как люди с удивительными способностями, достойными нефалемов, потомков ангелов и демонов. Герои откликнулись на просьбу Лии спасти Декарда, который выжил и теперь отчаянно сражался за свою жизнь с сордами скелетов, которых вернула к жизни упавшая звезда. Исследовав кратер, герои выяснили, что эта звезда на самом деле человек, который мало что помнил о том, как он попал в санктуарий. Немногое могло прояснить личность незнакомца, словещее предназнаменовение, которое он едва помнил, но считал крайне важным, и меч, который в санктуарии разлетелся в дребезги. Декард Кайн 20 лет ожидал возвращения зла. Он решил, что появление незнакомца – ключ к пониманию будущего и попросил героев собрать обломки меча. Героям удалось собрать обломки, но Магда, глава секты поклонников Белиала, сумела выкрасть их и скрылась смертельно, ранив Декарда Кайна. Декард восстановил меч и спустил последний вздох на руинах безутешной племянницы. На руках, прошу прощения. Но страдания старика не пропали. Хм, Туне. Едва незнакомец взял в руки меч, как к нему вернулась память. Это был архангел Тераэль. Он пожертвовал собой на небесах, чтобы предупредить человечество о появлении двух демонических владык. Малые воплощения зла, однажды изгнавшие Диабло с братьями из преисподней Белиал, владыка лжи и Азмодан, владыка греха, бесчинствуют в санктуарии и снова стремятся покорить человеческий род. Глава пятая. Черный камень души. Лия, Тераэль и Нефалема отправились за Магдой, в расположенный в пустыне город Колдей, но настигли ее лишь в кишащем демонами Алькарне, где им наконец-то удалось отомстить за смерть Декарда. Но перед смертью ведьма открыла героям страшную правду. Ее хозяин Белиал, владыка лжи, прячется в Колдее и тайно манипулирует горожанами. Лия, Тераэль обыскали все городские истоки, но самого демона им обнаружить не удалось. Лишь его прислужников и их пленницу. Это была Адрия, мать Лии, та самая ведьма, которая когда-то помогла Айдену и его соратникам сражаться с Диабло. Много лет назад силы тьмы вынудили Адрию пуститься в бега, и ей по неволе пришлось бросить Лию. Но радоваться встрече им пришлось недолго. Адрия рассказала героям, какие страшные события привели ее в Колдей. Оказалось, что ее схватили прислужники Белиала, ищущие Черный Камень Души, артефакт, способный удержать в себе души великих и малых в воплощении зла, тем самым изгоняя их из Санктуария. Лишь создатель Черного Камня Души, Харадрим Отступник по имени Золтан Кул, когда-то знал, где находился камень, но его уже несколько веков как убили. С помощью магии Лии герои сумели призвать тень сумасшедшего чародея и заключили с ним сделку. Кул проведет их в архивы и укажет, где искать Черный Камень Души, а в обмен они воскресят его. Герои выполнили свою часть сделки и вернули Кула к жизни. В самом сердце его архивов, чтобы тот отдал им Черный Камень Души. Каково же было удивление Кула, когда он почувствовал, что в Камне заключены сущности пяти из семи воплощений зла. Двадцать лет Адрия собирала сущности пяти демонических владык и заключала их в ту темницу. Кул не доверял ведьме и не верил, что у нее честные намерения. Он предложил Нефалему новую сделку, объединившись с ним и разгромить небеса и преисподнюю, чтобы вместе править с Санктуарием. Герои это предложение отвергли, после чего им пришлось сразиться с Кулом, негнушающимся с запретной магией. Завладев Черным Камнем Души, Нефалемы вернулись в Калдей, чтобы заточить Белиала, но город уже отсадили демоны. Герои не растерялись и сумели проникнуть в имперский дворец, где им удалось разоблачить Белиала, принявшего обличие Хакана II, юного и еще ребенка, императора Калдея. В ярости Владыка Лжи едва не разнес на куски дворец, а вместе с ним и Нефалемов. Но героям удалось победить Белиала и заключить его душу в Черный Камень Души. В Калдей снова вернулся мир, Нефалемы уже готовились к охоте на Азмодана, когда Лии попалась на глаза издевательское послание Владыки греха. Он хвалился, что знает о Камне Души, и возвещал, что его армии уже выходят из Ариадского кратера, чтобы наводнить санктуарий. Глава 6. Бастион Бастион, изначально возведенный у горы Ариад, чтобы сдерживать варварские племена, почти пал под натиском армии Азмодана, когда туда прибыли герои, и даже пока Нефалемы пытались помешать Азмодану проломить стены с помощью чудовищных осадных зверей, нескольким демонам удалось обойти оборону и проникнуть внутрь. Убивая мирных жителей и вселяя в отчаяние сердца защитников, по совету Адрии отряд героев отправился в глубины Ариадского кратера, чтобы сокрушить сердце греха, демонические артефакты царства греха, дающие силу армиям Азмодана. В центре Ариадского кратера Нефалемы сошлись в бою с ладыкой греха. Он обрушил на них все свое демоническое колдовство, превратившее его обиталище в логово порчи и порока. Но, как и Белиал, Азмодан в конце концов был повержен, а его душа заключена в черном камне души. Но наслаждаться победой героям не довелось. Вернувшись, они увидели на стенах крепости Тераэля, скованного магическими цеплями, и Лию, окруженную ритуальным кругом из крови и тел павших стражей. Погрузив черный камень души вплоть к собственной дочери, Адрия открыла героям страшную тайну. Она служила Диабло, а Лия, родившаяся от ее союза с Айденом, станет вместилищем владыки ужаса и поможет ему вернуться в этот мир. Ужасающая сила Диабло мгновенно поработила и изуродовала разум и тело Лии. Торжествуя, Адрия удалилась. Тераэля и Нефалемы остались в бастионе, а не мев от ужаса перед таким чудовищным предательством. Получив черный камень души, Диабло поглотил души, Мефисто, Баала и четырех малых воплощений зла, вобрав их в себя и разрушительную силу. Он открыл портал к алмазным вратам небес, дом и одним всепоглощающим желанием уничтожить мир своих врагов и править мирозданием, как единое зло. И небеса содрогнутся. Глава 7. Первичное зло Диабло появился у алмазных врат в облике Лии, но империя архангел доблести и предводитель небесного воинства не поддался обману. Он распознал старинного врага и сорвал с него личину. Диабло пристал перед ангелом во всем своем ужасающем могуществе. Они яростно сражались, но демон одолел империи и сокрушил алмазные врата. Силы преисподней не раз осаждали небеса, но до сих пор им еще ни разу не удавалось прорваться за ворота. Когда врата пали с остатками ангирского совета, что управлял небесами, было покончено. В попытке помешать разорению небес, Тераэль и Нефалема отправились вслед за Диабло в портал и встретили там империя. Раненый, побежденный, он, однако, винил в происшествии единого зла и крушении небес именно их. Диабло прошел по небесам огнем и мечом. Сонмы демонов наводнили обители ангелов через порталы, ведущие в преисподнюю. Серафимы стали обращаться в демонов, отчаяния владела легионами небес. Несмотря ни на что, Нефалемы пробились к побежденным небесам и к империю, архангелу судьбы, и спасли из заточения Ауриэль, архангела надежды. Лишь после этого им удалось было уготовано сойти с Диабло в бою на кристальной арке, символ величия небес и в источнике жизненной силы ангелов. Объединив в себе мощь всех воплощений зла, Диабло насылал на Нефалемов орды кошмаров и даже переносил их в собственную реальность, царство ужаса. Но Нефалемам удалось выйти победителями там, где силы небес оказались беспомощны, и после колоссальной битвы физической оболочки Диабло не стало. После уничтожения Диабло ангелы решили восстановить свой дом. Тераэль вновь занял место в ангирском совете как смертное воплощение мудрости. Он знал, что в будущем это качество очень пригодится. Он старался исцелить обитель небес от горечи и сомнений, которые одолели их после вторжения Диабло, и заключить между ангелами и человечеством прочный союз. Но над его мечтами, а единственно по-прежнему, встает призрак вечного противостояния. Когда же настанут последние дни? Мудрость навеки поглотят они, доблесть на гнев свое сменит название. Надежда угаснет во мраке отчаяния, смерть надо всеми рискнет, раскроет крылья. Нити судьбы выжигая дотла. Глава 8. Ангел смерти Диабло потерпел поражение и был заточен в черном камне души. Изначально ангельский совет собирался оставить камень на небесах, но Тераэль сомневался в правильности этого решения, потому он созвал героев со всего санктуария и нарек их новыми харадримами, первыми, кто вступит в орден после смерти Декарда Кайна. С их помощью Тераэль похитил черный камень души с небес, собираясь спрятать его под развалинами Корвуса, города Нефалемов. За его действиями пристально наблюдал Малтаэль, бывший архангел мудрости, мучимый неким тайным знанием о мироздании. Он покинул своих братьев, надеясь узнать правду о природе душ, и впоследствии стал воплощением самой смерти. После победы Нефалемов над единым злом, Малтаэль поставил перед собой цель уничтожить всех существ, в которых была хоть какая капля крови демонов, включая человечество. Чтобы положить конец вечному противостоянию, он напал на новых харадримов и захватил черный камень души. Его чудовищная армия жнецов, в которую входили и ангелы, и нежить, принялась планомерно истреблять жителей, расположенного неподалеку Вестмарша, поглощая их души, с каждой собранной душой, сила Малтаэля росла. Малтаэль перенес черный камень души в другое измерение и спрятал его в стенах крепости, пандемония, форпоста вечного противостояния. Именно здесь Малтаэль намеревался изменить камень душ таким образом, чтобы тот поглощил любое проявление демонической сущности в санктуарии. Благодаря помощи одного из крестоносцев Закарума Нефалемы смогли пробиться к Малтаэлю. В бою Малтаэль разбил черный камень души и поглотил душу единого зла. Обрушив на поле брони мощь при исподней смерти, в изматывающем бою, объединившие все свои силы, Нефалемы смогли одолеть аспекта смерти. Малтаэль испарился в мощном взрыве энергии и опустошил на волю все поглощенные души, включая душу Диабло. Именно тогда в сердце Тироэля закралось сомнение, смогут ли его союзники Нефалемы, превзошедшие сильнейших воинов небес и преисподней, воспротивиться скверне, поразившей даже величайшего из архангелов. Нефалемам удалось невозможное остановить саму смерть. Они искупили грехи ангелов и спасли человечество. И в тот счастливый миг победы я увидел Нефалемов в новом свете. Они бесстрашные герои, способные одолеть лучших воинов небес и преисподней. Но в их груди бьется смертное сердце, в котором однажды может поселиться зло. Хватит ли у них сил выстоять, когда этот день придет? Или они принесут нам гибель? Конец. Субтитры создавал DimaTorzok